Здравия и процветания! Всем достойным того. Ввиду вопроса Украина, Россия и много чего другого, я сейчас записал несколько размышлений и запишу еще. Однако, в контексте как предыдущих, так и последующих размышлений и в контексте вообще цели понять, что происходит сейчас с российским народом, что происходит с украинским народом и к чему это все может привести. Я предпринимаю данное размышление, которое как раз будет попыткой ответить на вопросы этногенезиса имперских народов. Относительно Персидской империи, относительно Осирии, Вавилонии, Египта там все сложно и происходило это достаточно далеко от нас. И особенно если брать империю Александра Македонского, в чем-то она для нас даже более показательна, чем те более старые империи. Что сделал Александр Македонский? Александр Македонский захватил большую часть античного мира. Да, он, будучи греком, дошел до Индии и на короткое время под своей властью объединил огромные территории, которые до тех пор в официальной современной истории ранее никто не объединял. Его империя была больше, чем Персия, больше, чем, естественно, больше, чем греческие города-государства. В нее вошли Вавилон, Осирия, ну все, что тогда имело какое-то значение. Однако, как только он сам погиб, империя распалась. Несмотря на то, что сам Александр оставил огромный отпечаток на мировую культуру, несмотря на то, что про него сложено много историй, много мифов, легенд, в честь него назывались города, не только люди, в честь него создавались разные произведения, но, по сути дела, это все, как, скажем так, культурный вклад. А реально от Александра Македонского не осталось династии. Реально Александр Македонский не создал дееспособное государство, которое могло бы в дальнейшем представлять какую-то его волю, какую-то его картину мира, какое-то его стремление к упорядочиванию человечества. То есть, по сути дела, Александр Македонский очень ярко вспыхнул и также быстро погас. Однако, те греческие какие-то влияния, которые были произведены на народы Азии, оно было. Допустим, были бактрийские, парфянские государства, которые существовали под значительным эллинистическим влиянием. Можно сказать, это были как своеобразные эллинистические анклавы в глубокой Азии. И это уже первый такой интересный момент. И дальше переходим к Римской империи. Говорят, что Рим построили латиняне или этруски, или сомниты, или еще какой-нибудь италийский народ. Сейчас теорий на самом деле есть много. Я не стану вторить Чудиновым и новохроноложцами и говорить, что Рим основали этруски. Начнем с того, что я не присутствовал при основании Рима. И, с другой стороны, что называется основали Рим? Вот Одессу, говорят, основала Екатерина Вторая. При том, что Екатерина Вторая ни разу не приезжала в Одессу для того, чтобы ее основать. Палец о палец не ударила камень, фундамент Одессы не положила, но считается, что она что-то там у нас основала. Дюк де Ришелье, который реально проектировал Одессу, он как бы считается более вторичным. А вот она типа основала. На самом деле он строил планы, а реализовывали эти планы не французы. У Ришелье не было французской армии рабочих архитекторов. Строили Одессу конкретно украинцы, потому что не русские. Русских тогда на территории Одессы было достаточно немного. И это были, как правило, или военные, или купцы, или имперская администрация. А, соответственно, основное население это были украинцы. То есть Одесса основывалась именно как украинский город. И Херсон, и Николаев, и Таврические города. Но вот сейчас в путинской пропаганде не только поднимается тема о какой-то там Новороссии и так далее. Поэтому что считать основанием Рима, тоже вопрос сложный. Вполне возможно, что там были какие-то более древние поселения. Потом их кто-то занимал, кто-то уходил, кто-то приходил. Но так или иначе какое-то население у Рима было. И так или иначе, возможно, они как-то были связаны с теми же самыми латинянами, поскольку язык Рима стал именно латинский язык. Но с одной стороны, как бы тут след латинян, а с другой стороны, получается, Рим поначалу принял обычаи греков, греческих полисов, городов, государств. И поначалу Рим, Римская республика, не входил в основные владения латинян, а существовал как бы сам по себе. Не под властью самого народа латинян, хоть и, возможно, был построен теми же латинянами. И вот поначалу Рим существовал так, «А позднее Рим подчинил себе и латинян, и этрусков, и сомнитов, и другие итальянские племена». Допустим, на времена какого-нибудь Цезаря, на времена уже более классической римской империи мы практически не можем говорить о том, чтобы там где-то этруски устраивали какое-то восстание. мы не можем говорить о том, чтобы там какие-то итальянские народы вели свою отдельную политику. Уже Италия – это глубокий тыл, в котором народ более-менее однородный, более-менее приведенный к единому стандарту, и это как бы римские подданные, более прямые, более такие качественные, чем, допустим, жители Галии, чем жители других римских провинций. Однако, как бы, кем были основатели Рима и насколько они вообще были римлянами в таком классическом смысле – это отдельный вопрос. Но возникли римляне, нам более-менее известен римский и латинский язык. Вот, опять же, латинский язык, что указывает на латинян. То есть, какой-то вот такой исторический след тех же самых латинян остался. Вполне может быть, что италийцы, те, которые участвовали в создании Рима, даже если это были этруски, что они приняли латинский язык, поскольку тоже посчитали его более каким-то качественным, чем был у них. Я не знаю. Ну, или, возможно, это были по большей части те же латиняне. Однако латинян, как бы, римляне тоже геноцидили, как и этрусского, как и другие итальйские народы. Постепенно вот так вот огнем и мечом формируя единый какой-то римский, ну, типа этнос. И вот эти римляне, они сформировали огромную римскую империю. От Британии до Персии, от Дуная до Сахары, север Африки, весь юг Европы, значительные регионы в Центральной Европе и даже отчасти в Восточной. Часть нашего Крыма и Таманского полуострова принадлежали Римской империи. Тира, Ольвия, Херсонес, города в Северном Причерноморье были вассалами Римской империи. Ну, обоюдная вассальная зависимость и у Римской империи, и у Скифов на самом деле. Ну, как бы, считаем, так или иначе, поскольку они все-таки были в вассальной зависимости от римлян, то считаем, что были. И вот римляне такие могучие. Однако, что случается потом? Римляне, как народ, не успев сформироваться. То есть, смотрите, с одной стороны, да, римляне загеноцидили все другие какие-то этнокультурные очаги в самой Италии, и получается, в Италии не осталось ни латинян, как чего-то отдельного от римлян. Язык латинян стал языком римлян. Возможно, искаженный язык латинян. Дальше от этрусков переняли очень огромный пласт всего, что касается материальной культуры, всего, что касается градостроительства, всего, что касается каких-то городских коммуникаций, канализаций, даже создания какой-то посуды, доспехов. Очень много, на самом деле, чего и как переняли именно от этрусков. Поэтому те, кто сейчас поднимают тему этрусков, они, в принципе, имеют достаточно такую благодатную почву для своих измышлений, а иногда даже и реальных исследований. Однако вот от этрусков тоже ничего не осталось, по сути дела. Их культура была ассимилирована римлянами, и они как бы исчезли. Так же само и сомниты. От сомнитов, по идее, по одной из теорий, сомниты были самой значительной и самой мощной этнокультурной составляющей формирования проторимского этноса. И, можно сказать так, сама генетика была взята от сомнитов, язык от латинян, материальная культура от этрусков. Есть такая теория, как бы, у нее есть свои за и против, как бы, это можно отдельно как-то обсуждать, насколько эта теория права, не права. Но сейчас предположим, что все именно так, потому что даже по официальной, чисто вот, школьной истории, по учебникам истории, все приблизительно, как бы, так. И, получается, начал формироваться стандартизированный римский этнос. Однако, римляне вели огромное количество войн по всей своей империи. римляне пришли в Британию. В Британии, соответственно, они отчасти ассимилировали местное население, отчасти тоже ассимилировались этим местным населением. Позднее, даже, часть легенд про короля Артура, это то, что было основано на сармадском и римском фольклорно-историческом наследии, скажем так. То есть, понимаете, насколько римляне глубоко, да что уж говорить, если даже язык английский по многому происходит от латыни, и в качестве алфавита в Англии до сих пор используется латиница. Что уж как бы дальше. Также само римляне приложили огромные усилия для покорения Галии. Свободолюбивые галы не сдавались римлянам, римляне их покоряли, галы восставали, римляне их покоряли. в комедийном каком-то изложении Астерикс и Аберикс привет. Все было не так красочно, как в тех фильмах, но так или иначе все было все было. И это эти эпизоды в истории были. И римляне во-первых положили огромное количество представителей собственного народа в гальских войнах, а во-вторых начали набирать в армию ну и даже в собственную знать представителей тоже других народов Римской империи, в частности и британских кельтов, и французских галлов, и народы Испании, которые еще раньше подверглись римскому вторжению, которые еще раньше подверглись частичной римской ассимиляцией. Римляне в культурном, военном и политическом смысле ассимилировали даже греков, при том, что в философском и научном смысле и в некотором смысле тоже в культурном греки как раз ассимилировали римлян. Возьмем даже римский пантеон, он был приведен в согласие с греческим пантеоном и по сути дела исконные какие-то римские культы были забыты, были отредактированы так, что Юпитер потерял свою историю, он просто стал местным римским именем Зевса. Юнона потеряла тоже все свои особенности и стала просто местным вариантом культа Геры. Те боги, которые даже поначалу были не похожи на греческих, все равно приводились в соответствие греческому стандарту, мифология приводилась в соответствие с греческим стандартом, историки, философы, все вот это вот, все делалось по-гречески. Смотрите, с одной стороны римляне навязали грекам свой закон, с другой стороны, что касается науки, многих аспектов науки, римляне полностью все заимствовали от греков и попали с греками в такую взаимозависимость. Парадоксально, но это сохранилось до современного времени, даже сейчас языком юриспреденции, языком медицины является латынь. В то же время, как в ряде других наук, в первую очередь в философии, в истории и во многих других, первичным как бы господствующим языком и прототипом является греческий язык. И основы для этого всего начали складываться еще во времена Римской империи. И тоже происходило очень сильное смешение греческого и римского народа. Понимаете, с одной стороны какой-то этнос, как римляне, они еще не сформировались, как этнос, а с другой стороны они уже начали активно смешиваться с более старыми какими-то этнокультурными элементами, с более такими устойчивыми. И все это привело к печальному концу существования Римской империи. Когда Римская империя была разделена, когда она пала, по сути дела, римляне как нация не сохранились не только на огромных территориях бывшей Римской империи, а римляне как нация по сути дела даже не сохранились в самом Риме. Сейчас медики используют латинский язык, в юриспреденции используется латинский язык и очень большим уважением пользуются какие-то цитаты из римского права. Если какой-нибудь адвокат в суде вспомнит какой-то римский закон и как-то сошлется на него, может быть если он и не победит по этому делу, то все равно адвокат к нему отнесется с огромнейшим уважением. И также в принципе в медицине. В медицине правда не нужно проходить судебный процесс, но в медицине свое дело. В медицине большинство терминов, большинство названий восходят к латыни и к римской медицине. При том, что у греков была своя медицина, изначально у римлян своя, но вот римская медицина, если право римское полностью подавило греческое право и само распространилось, то вот медицина это некий симбиоз греческой и римской и даже ряда варварских медицин и в средневековье все это дорабатывалось, переформатировалось и так далее, но поскольку мы получили вариацию греческой медицины уже в такой римской интерпретации, то и языком медицины стал латинский язык. И медики, пусть не в разговорном смысле, но все равно учат латинский язык, потому что термины, потому что названия, названия как человеческих органов, как физиологических процессов, так и медицинских препаратов во многом строятся по принципам латинского языка. Алфавит латинский остался. Осталось очень много крепостей, городов, дорог, крылатых высказываний, историй, мифов и легенд про Цезаря, про Клеопатру. Остались римские монеты, короче, огромные-огромные пласты археологического, этнокультурного и прочего наследия. Но римлян, как народа, сейчас нету. Сейчас в Риме находится Ватикан. это папское государство, которое практически никакого не имеет отношения к римскому этносу. Современный Рим является столицей государства Италия, в котором хоть и очень много и в генетическом смысле осталось от римского этноса, но туда потом принеслись и всякие другие компоненты и ну как, на территории современной Турции когда-то были греки, а еще раньше хеты, но тем не менее современные турки это не хеты и не греки. Вот так и жители современной Италии это ни разу не римляне. И если греки как народ вроде как еще сохранились, хоть тут у нас тоже вопрос, насколько ли современных греков можно считать потомками вот тех самых эллинов, которые Геродот, которые Аргонавты, которые Одиссея, которые Гомер, которые все вот эти дела, которые 300 спартанцев. Потому что и в плане антропологии, и в плане языка, и по многим другим параметрам ну все-таки современные греки не совсем уже все греки. Ну тут можно все понять, что во-первых прошли тысячелетия, во-вторых греки находились много столетий под римским, а потом и турецким влиянием, поэтому хоть как могли хоть так и сохранились. Однако римляне не сохранились вообще никак. Смотрите, парадоксально, римляне повлияли на множество народов, римляне загеноцидили множество народов, римляне вложили часть себя в формирование множества других народов, но сами римляне как таковые как вот этнос, как нация, пусть даже небольшая, их не сохранилось. У нас от древних египтян сохранились копты. У нас евреи на протяжении тысячелетий умудряются как-то выживать, при том, что их вообще очень мало, но вот именно из-за того, что их мало, именно из-за того, что как бы все против них, они привыкли к тому, что им надо быть вместе, держаться друг за друга и выживать, сохраняя собственную этнокультурную идентичность. А римляне, они покорили всех, они стали главными, они захватили огромные территории, вся римская империя была их, но в той же степени она принадлежала тем народам, которые изначально проживали на тех территориях и стала принадлежать тем народам, которые вторглись на те территории. И позднее, когда германцы захватили Рим, когда они захватили по сути дела Италию, частично загеноцидили, частично ассимилировали потомков тех самых римлян, германцы просто забрали этот бренд Римская империя и сказали, что теперь они римляне и создали свою Римскую империю германских наций. На протяжении всего средневековья существовала Римская империя, вот только уже правили в ней не римляне, а германцы. потомков римлян там практически не было, германцы ассимилировали. Нужно сказать, что еще римляне погибали в войнах, сам город Рим многократно брали, знать из него бежало часто и или погибало, или становилось уже знать основателями династии в каких-то регионах. Римское войско постоянно гибло, римляне, мужское население Римской империи постоянно гибло и вместо того, чтобы плодиться и получается вот как в какой-нибудь современной Москве, где уже таджики, где уже какие-то там азиатские и кавказские национальности вместо скажем так исконных каких-то москвичей. и таким путем римляне погибли. Римский этнос не сформировался и все. И сейчас как ни парадоксально. Ладно, еще скажу немного о Византии. Итак, получается на западе вот саму Италию и сам Рим захватили германцы. Однако с одной стороны они захватили бренд Римской империи, а с другой стороны бренд Римской империи подхватил Константинополь, подхватили по сути дела греки. И они тоже на протяжении многих столетий существовали как Ромейская империя или сейчас в книгах она называется Византийская империя. При том, что германцев никто не называл уже римлянами, хоть их государство называлось Священной Римской империей. А вот греков, которые были греками, но часто представители других народов их называли ромеями, то есть как бы римлянами, византийцев называли как бы римлянами, при том, что они были греками. Да, история это все сложно. Но это уже язык там был греческий, латынь практически не использовалась. Че тут уже сказать? В западной римской империи латынь была, а позднее, когда западная римская империя была уничтожена германцами, и германцы создали свою римскую империю германской нации, там католическое духовенство продолжило использовать латынь, и это одна из причин, почему латынь во многих сферах выжила. И католическое духовенство наряду с юриспруденцией и медициной это еще одна сфера, где латынь, где многие элементы римской исконной культуры продолжают жить. И те же самые католические папы не раз украшали свои какие-то апартаменты статуями античных богов и героев, что отчасти парадоксально, отчасти закономерно. Это отдельная история. Но Византия тоже на протяжении какого-то времени была как бы наследницей Рима. И Константинополь даже называли вторым Римом. Византийцы огромное влияние произвели на все окружающие их тоже народы. В частности и на наш народ. Именно византийцы помогли Владимиру насильственно крестить Русь. И с византийцами у потомков Владимира было очень много династических браков и всяких связей. Позднее когда коснемся России еще об этом тоже кое-что скажу. Однако византийцы пали. Восточное христианство в ряде своих случаев унаследовало греческий обычай. Та религия которая сейчас часто называется православием в старину называлась греческая вера или греческий закон. Православием редко эту религию называли. Называли просто греческий закон, греческая вера, греческая религия. Намного позже это уже стало называться православием, когда уже от греков ничего не осталось. Но пока Византия была мощной и даже первое столетие после того как она пала, греческая религия называлась именно греческой религией. Но вот сейчас греки уже не поднимают бренд Римской империи. Турки уничтожили греков, потом Трапезунская империя, потом Королевство Феодора, потом отчасти Венецианская республика. Они все так или иначе поднимали какие-то осколки чего-то византийского или даже чего-то римского, но все это также со временем кануло в лету. Греки выжили, но греки они существовали и раньше. И здесь мы не разбираем вопрос греческого народа, а разбираем вопрос римского. Все это был как раз вопрос существования римской империи. Греки но просто как бы на протяжении какого-то времени были поддерживателями этого бренда. Но он пал. Переходим соответственно дальше уже к более поздней Европе. И сейчас пока Британию трогать не будем, потрогаем Францию. На времена французской революции Франция состояла из самых разных областей, по сути дела, с разными, ну можно сказать, народами и разными языками. Религия более-менее стандартизирована, правит французский король, но вот культурных, этнических и языковых особенностей в каждом регионе множество. Вообще для Европы это характерно. Вообще если смотреть на старые средневековые европейские государства, они объединялись часто не по принципу принадлежности тому или иному народу, а по принципу, что эти территории унаследовал или захватил тот или иной правитель. И скажем, немецкий правитель мог захватить не только помимо своего какого-то немецкого государства, мог захватить и несколько славянских государств, и несколько каких-то еще государств, и все это объединить временно в свое какое-то царство, свое королевство. И так это существовало. Вот подобного явления примером являются Габсбурги и Австро-Венгрия та же самая Австро-Венгерская империя, которая наряду с Пруссией долгое время была собирателем разных территорий в Европе. И вот Франция не имела стандартизации, только уже при Робеспьере и дальше при Наполеоне французский этнос из множества разных этносов консолидировался в французов. Если вы найдете книгу Гитлера Mein Kampf моя борьба, там Гитлер пишет о том, что разные регионы Германии в некоторых случаях даже не понимают друг друга. Это при том, что Бисмарк множество усилий приложил для формирования немецкого этноса. Но по сути дела немецкий этнос в современном своем виде сформировался при Гитлере и после Гитлера. Потому что Гитлер приложил огромные усилия для консолидации, для единой стандартизации немцев. И вот они так или иначе пришли хоть и не на продолжительный срок, но пришли к единому стандарту. И они хотели к этому единому стандарту прийти. А потом война тоже уничтожила очень много людей. И поскольку дальше уже новое поколение учили не местным каким-то отличием, а учили уже стандартизированному варианту немецкой нации, то получается, что они сейчас более-менее такие едины и единообразны. Что касается поляков, поляки изначально в принципе были более-менее близки друг к другу. Там тоже и Великопольша, и Малопольша, и Мазовия, и Силезия, и много других каких-то историко-культурных и этно-лингвистических различий, но все эти вариации польского народа более-менее стандартны, изначально уже были, плюс во времена Речи Посполитой они были в тесном очень сильном контакте. Если во Франции там каждый феодал в принципе старался держать своих подданных под своим гнетом и не особо был за то, чтобы они контактировали с другими подданными, если в Германии это были даже вообще отдельные княжества, которые ну только потом уже как-то соединяли в Пруссию и потом уже в Германию как таковую, то в Польше в принципе то и активное было внутреннее переселение и разные элементы войн только сильнее консолидировали польский этнос и многие украинцы по сути дела когда казаки восстали и случился раскол Речи Посполитой то значительная часть украинской шляхты потом полностью влилась в польский этнос наряду с тем что и в то время чуть позже часть даже польской шляхты перешла даже не в украинский этнос а вообще в Россию в российскую знать в российскую интеллигенцию в российское дворянство какой-нибудь род Цилковских вот говорят великий русский там создатель космонавтики да он такой русский как я китаец да я пользуюсь техникой произведенной в Китае да я записываю это размышление на устройство которое было создано в Китае да у меня телефон созданный в Китае и практически одежда которая на мне она тоже сделана в Китае но я не китаец так же само как бы Цилковский изначально был совершенно не россиянином его предки были по сути дела поляками польской шляхтой польско-украинской ржечь-посполитянской шляхтой и не только среди россиян очень много есть фамилий которые ну изначально понятно что это польские фамилии но потом они влились как бы в российскую какую-то знать и некоторые даже уже россияне чтобы стать как бы дворянообразными начали делать себе концовки фамилий ски поэтому там уже каких-нибудь балконских например не особо и разберешь это реально какой-то речь посполитянский шляхтач или соответственно российская ширпотребная подделка но ввиду того что отличия тоже на территории Франции изначально были кемерийцы фаморы потом кельты галы потом римляне потом франки какие-то германские племена и куча всего вот этого разного и даже бретонцы вследствие проблем в самой Британии потом прибыли на территорию Франции то есть Франция изначально этнически была очень разнородной Германия тоже изначально этнически была очень разнородной Польша не была этнически разнородной там все славяне что селезяне что поморяне что поляне что другие все это были славяне поэтому полякам было легче консолидироваться им не нужен был ни Робеспьер ни Бисмарк ни Гитлер ни Наполеон чтобы их как-то приводить к единому знаменателю и все же когда Польша была под властью Российской империи Российская империя тоже геноцидила поляков и противостояние России полякам тоже было больше смысла вырабатывать свою коллективную какую-то польскую идентичность и уже меньше внимания уделять тому поморянин он или допустим из какой-нибудь другой области Польши ну и собственно в Польше впервые возникла концепция гимна который начинался фразой ищепольска нэсгенема то что позднее перешло украинский гимн как щеновмерла Украина переходим к Украине к украинскому этногенезису и тут я его коснусь только очень вскользь Украина это по сути дела прямая наследница трипольской культуры Скифии Саурамати Анти Киевской Руси которая позднее своими осколками вошла в Великое княжество Литовское и в союзное государство Ржечи Посполитой а такие регионы как Черниговщина были захвачены Московией и получается что одна часть более под российским московским влиянием другая часть больше под условным литовским третья часть больше под условным каким-то польским четвертая часть под Австро-Венгерским Закарпаттия имеется ввиду и несмотря на это все украинский ген украинская этнокультурная составляющая была настолько мощной что украинцы и под властью одного народа и другого и третьего все равно сохраняли свою национальную идентичность соответственно что касается Литвы по сути дела белорусский народ возник как максимально это часть Руси тоже изначально была тогда еще не разделился Русь вот как Киевская Русь московитяне там отошли под золотую орду и дальше формировались сами по себе а тут в состав великого княжества Литовского вошли территории как раз то что сейчас называется Беларусь и центральная Украина и вот именно от этого перепада того что есть исконное как бы ядро Руси это Киев и есть столица это Вильну в которой там больше литовско-жемайский компонент то часть вот территорий Руси позднее набрали огромное количество местных каких-то элементов и по сути дела вот так откололись от исконной Руси сформировав белорусское ядро что касается симбиоза с поляками в Речи Посполитой это не совсем так было изначально изначально это было не как господство поляков над украинцами а как власть польского короля как над польскими так и над украинскими землями но позднее там были свои терки и позднее вот реально часть украинской шляхты вследствие того что казаки отделились просто практически полностью срослись с поляками полностью ополячились больше того часть тех территорий которые исконно принадлежали киевской Руси настолько ассимилировались поляками что сейчас это территория государства Польша так же самое и на Закарпатте так же самое и на Буковине Буковину ассимилировали как известно румыны но кто такие румыны румыны это ошметки народов которые себе за самоназвание тоже взяли слово романе то есть римляне таким путем румыны это еще один из осколков румынский народ как внебрачный сын римской империи можно сказать но украинцы Буковины не сдались украинцы Закарпаттия не сдались и вот говорят о том что сейчас Путин написал что украинцы и россияне единый народ так вот жители Черниговщины которые первые попали под власть Московии и на протяжении столетий находились под властью Московии все равно сохраняли свою этническую самобытность и все равно оставались русинами украинцами они слились с московитами в единый этнос не было такого Чернигов оставался русинским то есть украинским городом и позднее как только у украинцев была возможность скинуть все какие-то внешние правящие элементы откинуть все какие-то внешние элементы внешние границы украинцы старались всегда объединиться об этом свидетельствует стремление Закарпатской Украины воссоединиться с другими ее частями об этом свидетельствует акт злуки УНР и ЗОНР об этом свидетельствует также стремление кубанских украинцев воссоединиться с Украинской Народной Республикой о том что УНР и ЗОНР объединились и есть акт соединения об этом сейчас много кто в истории говорит это есть в учебниках вот только мало говорят о том что Кубань тоже на тот момент провозгласила желание быть частью Украины поскольку Кубань как бы ну тоже часть часть расселения там было очень много украинцев до сих пор там много украинцев это отдельная история поэтому у украинцев исторически более в древнем смысле можно сказать у русинов у русинов всегда есть стремление к воссоединению не знаю белорусы присоединились бы к УНР или нет или искали бы свой путь самостоятельно если бы коммунисты не захватили и Беларусь и Украину в начале 20 века это уже отдельная история это уже альтернативная какая-то реальность могла бы сформироваться если бы объединилась ОНР Зоэнер Беларусь Кубань присоединилась Закарпатия присоединилась Буковина и мощная Украина могла бы давать отпор как коммунистической России так и каким-нибудь тем же самым немцам вполне вероятно что она была бы в союзе с поляками или даже может быть возродили бы великую святую речь посполиту как мне не хватает этого государства я патриот по сути дела речи посполитой до сих пор хоть этого государства уже давно и не существует духовно для меня всегда существует речь посполита святая непобедимая единая держава единая истинная великая держава славян в которой в единстве пребывает польский украинский белорусский литовский этнос ладно итак у украинцев всегда была тенденция стремления к воссоединению а вот что касается допустим тех же самых россиян относительно россиян сейчас некоторые им в предки возводят славян другие финоугров третьи указывают на мощный тюркский компонент я пожалуй соглашусь со всеми этими теориями и сделаю отсылку к началу данного размышления где я говорил о формировании римской империи о формировании римлян где соответственно были сомниты были этруски и были латиняне и получается сомниты взяли условно говоря часть сомнитов взяла латинский язык и этрусскую культуру построила рим загеноцидила остальных сомнитов загеноцидила этрусков загеноцидила латинян и вот так стали они римлянами и позднее когда римляне уже начали формировать глобальный такой римский этнос который бы сформировался если бы не случилась христианизация римской империи если бы не случилось массовое переселение народов если бы римская империя не была разрушена то за столетия римляне ассимилировали бы все остальные народы слились с греческим народом и сформировали на территории большей части Средиземноморья такой суперэтнос римлян но этого не случилось и так же само как и у римлян так же и у московитян получается язык за основу взят русский язык язык русинов то есть украинцев язык киевской руси и даже не в прямом заимствовании с киевщины а через опосредованные такие элементы как псковская республика как владимира суздальская княжества и новгородская республика потом все эти государственные образования московитяне тоже как водится загеноцидили но язык оттуда взяли с некоторыми более поздними заимствованиями украинские компоненты можно проследить даже если посмотреть на современную карту московского метро но об этом я поговорю наверное в каком-то следующем размышлении или сделаю отдельное размышление по поводу украинской географии России скажем так так вот получается язык в принципе был взят от руси поэтому неудивительно что это русский язык или если по-современному говорить то украинский язык вообще не переживайте относительно того что то как бы Русь то как бы Украина те же самые греки не называют себя греками а называют себя элинами а если вы подойдете к немцу и спросите является ли он немцем не факт что он вообще вас поймет немцы себя называют или германцами или дойчи когда приводят в пример немецкий патриотизм то в их гимне есть такая фраза Deutschland über alles uber как бы сверх alles все Deutschland превыше всего понимаете в своей песне немцы не говорят немецкая немецкая какая-нибудь они говорят Deutschland и это также есть во многих других случаях что у одного и того же народа у одного и того же государства существуют или названия которые в других народах существуют для этого народа для этого государства или собственные какие-то вариации названия или соответственно даже параллельно существующие названия у тех же немцев они как бы германцы германская нация все дела На практике называются дойча, а в постсоветских республиках их называют немцами. Где-нибудь в российской глубинке спросите у местного какого-то жителя, что он знает о войне россиян с дойчами. Он вас спросит, что корову доить, что на дачу идти, что какая война. Потому что они даже не будут знать, о чем их спрашивают, как говорится. А вот для немцев не совсем очевидно, почему они немцы. Но это отдельная история. Поэтому не стоит и удивляться, что у украины и украинцев есть такие вариации названий, как, допустим, рутены и рутения. Вот это самое вообще старое, самое архаичное название нашей страны и нашего народа. Рутены и рутения. Оно восходит к еще более старому. Ротанийцы, ротаньяри, ротаньяны и ротания. Или еще более старое, ротая. Ротари, арийцы, аревичи, живущие на ротая. И государство ротая. Ротая – это изначальное название северной прародины Гипербореи. Но она сейчас считается мифом, поэтому не будем ее трогать. Ротая – это название исконного этнокультурного ядра, из которого произросла Барата, Великая Рата, известная в археологии как Трипольская культура. И эту название зафиксировали и индийские источники, которые писали про Великую Бхарату, Великую Рату. Страна Арата есть и в шумерских источниках, и в арабских, и во многих других. Так вот, вот эта Арата, Бхарата, ротания, рутения – это самая старая из известных, исторически прослеживающихся и доказуемых названий Украины. Дальше у нас есть название Русь и Русины. Жители Руси не назывались русскими. Это большая ошибка – говорить, что была Киевская Русь, и вот там жили русские. Нифига! Говоря современным российским языком. Русскими в Руси были только подданные. Чудь, Весь, Мурома, Мещеря, какие-нибудь Половцы. Вот это русские. То есть русские подданные. Сами же Русины – это Русины. Изначально также были отдельные этнокультурные ядра, такие как Древляне, Дреговичи, Северяне, Кривычи, Вяточи, Поляне и другие. Но позднее эти этнокультурные ядра, ну как и в польском варианте, они были очень близки друг к другу и поэтому очень хорошо поддались взаимоассимиляции. И вот русины, русичи, другими словами, это вот сами граждане Руси, а их подданные – это русские, то есть подданные Руси, русские подданные. Но ведь германцы не называют себя германские, и французы не называют себя французские, они называют себя французы. А вот французские подданные – это были в свое время какие-нибудь алжирцы, когда алжир принадлежал Франции. Так вот, жители Москвы и московитяне запомнили очень хорошо, что они не являются русинами, но они являются русскими подданными. Поэтому вот они русские, в действительности московитяне, да, они полное право имеют называться русскими. Они заимствовали язык от Руси. Кем они были, вот эти основы Москвы, подозреваю, что это все-таки были финоугры. Хоть Москву основали киевские князья, но жили-то там вокруг… Это как Екатерина основала Одессу. Екатерина-то сказала, что Одессу надо основать. Но по факту ее строил француз в смысле архитектуры, а в физическом смысле ее строили украинцы. Так и Москву. Строили по приказу киевского князя, но строили местные финоугры. Понятно, что киевский князь пришел туда не сам. Понятно, что он был с какой-то свитой. Поэтому этническое ядро Москвы, полагаю, что это было финоугорское население под управлением неких родов русичей, которые очень быстро смешались с этими русскими подданными финоуграми. И сформировали вот такую прослойку, где базовым геномом являются как раз финоугры. Но в культурном смысле все заимствуется с Руси. Однако на это же время у нас преподает татаро-монгольское нашествие. И дальше Москва развивается в прямой зависимости от татарских законов, от татарских обычаев и от татарской культуры. Поэтому татары стали третьим важным компонентом. В чем-то это похоже на тех же самых этрусков по отношению к римлянам. Там были сомниты. У московитян были, соответственно, финоугры. Там были латиняне, которые дали язык. Тут были русины, русичи, которые тоже дали язык. Там были этруски, от которых заимствовали бытовые реально какие-то обычаи, элементы права, элементы культуры и так дальше. Тут у московитян были татары. И московитяне от татар заимствовали очень много всего и очень много чего. И настолько в своем сближении преисполнились, что даже на их парадных шлемах была арабская вязь и суры из Корана. Представьте себе православных князей, православных воевод, которые воевали под сурами из Корана. Вот такие московитяне русские и такие они православные. Такие они прям, я не знаю. Это лунные славяне с урами из Корана, с финноугорским этническим компонентом и с татарскими обычаями. И для татар в Москве было особо привилегированное отношение. Там до последних времен, до Петра Первого фактически, отношения были с татарами как, ну, по сути дела... Понятно, татары слабели. Поэтому московитянам уже не было смысла относиться к ним как к господам. Но из истории тянулось вот такое частичное отношение к ним как к неким господам своим. Об этом тоже есть очень много исторических источников, можете все это проверить. Вот, собственно, такая близость московитян и татар и позволяет сейчас всяким Фоменкам, Носовским и другим говорить о том, что это просто была такая Русь-орда, где как бы московитяне и татары были в рамках единой этнокультурной общности. Единственное, что да, это было, и тут даже тартарию придумывать не надо. Всем известна Золотая Орда, всем известно, что, ну, в действительности, Московия была вассалом Золотой Орды, а позднее Крымского ханства. Все это есть в официальных источниках, все это есть, вот, можете проверить. Это одна из причин, почему Крым для россиян очень важен. Крым и Киев. Об этом еще чуть позже скажу. Итак, получается, Москва сначала формировалась как торговый центр. Почему название Москва? То ли там какой-то небольшой народец был с похожим названием, то ли еще что-то. Сейчас есть теории очень много. Учитывая европейские написания, в некоторых случаях слово Москва можно прочитать и как мошква. К чему эта отсылка? К тому, что это был лес, в котором было очень много мошек? Ну, может быть. С другой стороны, мне в контексте Москвы как торгового центра несколько интересный параллель со словом «мешок». Возможно, как бы это какая-то отсылка к тому, что это мешковый город, город, в который свозились мешки с товаром, с провизией. Не хочу становиться подобным Чудинову, Фоменко и Носовскому, поэтому пока это как голословная теория. И теория с мошками и то более обоснованно, тем более теория с местным каким-то народом мокша или еще что-то в таком духе. Так или иначе, название пока не трогаем. Так или иначе, Москва стала крупным торговым центром. Имея финансы, они постепенно стали и крупным военно-политическим центром. И они, в отличие от Киева, покоряли и формировали вокруг себя государство исключительно кровью. Кровью, предательством, обманом, кровью, ложью, предательством, вероломством. И так далее. Новгород выжил после татаро-монгольского нашествия. Ну а Новгород и Тверь, Новгородская республика, Псковская республика, Тверская республика – это государства, которые в каком-то смысле могли бы стать антиподами Москвы, которые могли бы вокруг себя формировать тоже какое-то государство более обширное. Ну или просто существовать как разное государство смешанного славяно-фино-угорского толка. Но московитяне всех их уничтожили и захватили, ведя себя по отношению к своим же братьям более жестоко, чем когда они воевали с татарами. И естественно даже более жестоко, чем когда татары нападали на славянские города. По сути дела, что татарам нужно было? Татарам нужно было или получить дань, или самим эту дань взять. Татарам, по сути дела, не нужно было уничтожать город под корень. Это, знаете, это как с деревом. Вот татары – это как собиратели. Они пришли за урожаем. И они понимают, что если они этот город сравняют с землей, то потом они уже не смогут в этот город прийти за урожаем. Не будет куда приходить. Вы же, если вы срываете, допустим, в саду яблоко, вы же не стремитесь яблоню саму, не знаю, порубить, сжечь и уничтожить. Да нет. Да, яблоню может быть несколько больно, если вы как-то сильно рванете за ветку. Ну, по сути дела, вам-то плевать. Вам главное яблоко сорвать и поесть. Так же самое и татарам. Татары, вот именно как хищники, как паразиты, без лишней злобы относились к славянам. Татарам главное было ограбить славян. Получить или забрать дань. Все. Вопрос навязывания татарского языка. Вопрос геноцида какого-то. Татарам вообще ни разу не был интересен. Геноцидить славян для татар, по сути дела, даже было очень невыгодно. Но вот московитяне относились по-другому. Московитяне геноцидили ближайших своих родственников. Они загеноцидили и Тверь, и загеноцидили Псковскую республику, и загеноцидили Великий Новгород. Позднее они пошли на юг, на север и на восток. И на востоке они загеноцидили Перми. Тогда еще это был город-столица Великой Бьярмии, древнего государства, которое в свое время торговало и воевало с хазарами и булгарами, которое упоминается в скандинавских сагах. Но московитяне загеноцидили Пермяков, и, по сути дела, ассимилировали их до такого состояния, что кто такие Пермяки? Нет никаких сейчас Пермяков, это просто русские какие-то. Пермяки как отдельный народ, вернее, даже не Пермяки, а изначально это Бьярмийцы, Бьярмы. Вообще, кстати, у Бьярмии герб был медведь. И вот то, что сейчас россияне сравнивают свое государство с медведем, то, что считают медведя своим символом, это, по сути дела, воровство у Великой Бьярмии, у народа, который они загеноцидили. Дальше. Они загеноцидили и захватили Астраханское и Казанское царства. Как и Бьярмия, это тоже были самобытные независимые государства. Бьярмийцы были автохтонами, они не были как таковыми финоуграми и не были тюрками, и не были славянами в современном понимании этого слова. Это, по сути дела, был древний автохтонный народ, в чем-то смежный между тюрками и финоуграми, но более архаичный, чем классические тюрки или классические финоугры. И в свое время часть булгар тоже бежала в Бьярмию, и поэтому бьярмийцы получили в определенный исторический период мощное вкрапление булгар, волжских булгар. Часть потом отатарилась этих булгар, а часть бежала в Бьярмию. Бьярмия очень сильно ослабла под влиянием Золотой Орды. Но именно московитяне добило это государство и, по сути дела, уничтожило его под корень. Также, когда Московия захватила Казань и Астрахань, там тоже была уничтожена государственность. Практически под ноль. Сейчас в Казани некоторые рудименты, осколки этой государственности, иногда люди пытаются вспомнить, но, по сути дела, сейчас в современной России это уголовное преступление, по сути дела, поскольку все должны быть типа русскими. И вот так московитяне пошло дальше. На север, на восток, на юг, а позднее обернулось и на запад. Где московитяне подхватило вот северный кусок Руси и начало по-быстрому его формировать, строить в своем ключе. Это еще больше привело к тому, что белорусы потом уже не воссоединялись с УНР, а осознавали себя как нечто отдельное от УНР, как нечто самобытное. И посмотрите на белорусский язык. В очень большом смысле белорусский язык похож на некий суржик русского и украинского. При том, что белорусский язык, конечно же, не суржик русского и украинского. Там есть древнейший архаический пласт вообще индоевропейского общего проязыка. Но этот пласт в большинстве случаев задавлен, а на поверхности очень много заимствований из западных языков времен Речи Посполитой. Исконное вот это украинское, по сути дела, произношение слов. Но на него наложен российский отпечаток. И поэтому посмотрите, вот, не знаю, даже на банкноты белорусские. Вообще, просто где-нибудь включите что-то на белорусском языке, послушайте. Если вы знаете, например, украинский и российский язык, вы будете всё понимать практически в белорусском языке. А те слова, которые вы сразу не поймёте, то потом по смыслу или другими путями догадаетесь. Но много слов похоже вот на какую-то такую вариацию украинского языка, который получил какое-то такое прямо впечатывание некоторых российских правил и стандартов. Это была тоже диверсия против русинов, когда они разорвали, по сути дела, русинов на так называемых малоросов и так называемых белорусов. Это сильнейшая диверсия, но ещё большей диверсией было то, что они попытались именно русинов переквалифицировать в каких-то недорусских. При том, что если разбирать, кто вообще Петру Первому дал идею назвать это всё Русией, если ещё много чего разбирать, разбирать историю происхождения двуглавого орла, разбирать историю происхождения изначальной какой-то и христианского духовенства, и научной интеллигенции. Возьмите, к примеру, того же Кирилла Разумовского. Вот почитайте, кто был такой Кирилл Разумовский и какой он вклад в российскую культуру сделал. Возьмите, к примеру, Гоголя. Гоголь был украинцем, писал про Украину, но исключительно потому, что он писал на российском языке, его как бы включили в российскую литературу. Русским поэтом является и Гоголь, украинец, и Пушкин, вообще африканец. Ничего себе великая русская культура, великий русский язык. Где, собственно говоря, каких-то вот таких эталонных русских не так-то и просто найти. Эталонные русские, нордические, такие прям ведические, только на картинах Васильева, Константина Васильева существуют. И все. Итак, получается, вот эти московитяне, они вокруг себя тоже сформировали какое-то некое ядро, у которого как бы обычаи татарские, религия греческая, язык русский, этнос изначально финоугорский. И вот это ядро начало очень сильно под себя подминать и ассимилировать в первую очередь славянские компоненты, во вторую очередь финоугорские. С тюркскими было сложнее, но и это практиковалось. И дальше, когда они захватывали очередные территории, естественно, на эти территории, в эти бывшие страны нужно было поставить свой гарнизон какой-то, нужно было прислать своих купцов, свою администрацию, которые, по идее, должны были ассимилировать местное население, но, как водится, и которые также отчасти ассимилировались об местное население. И вот так получилось, что московитяне получились расселенными от Калининграда до Камчатки. Так получилось, что россияне до сих пор не имеют как такового своего государства. И так получилось, что у россиян, у московитян до сих пор нет единого монолитного этноса. Российское государство это не российское государство, это Российская Федерация. Это Федерация значительного количества самых разных народов, и финно-угарских, и тюркских, и кавказских, и монголоидных, и еще каких-нибудь. там есть Татарстан, там есть Бурятия, там есть Удмуртия, там есть Карелия, там есть Чечня, там есть еще много вот таких самых разных разнородных и разрозненных компонентов, и в каждой из этих компонентов московитяне вкрапили часть себя, таким путем распорошившись по всей вот этой своей империи Федерации. И если сейчас Российская Федерация рассыпется, то по сути дела московитяне и россияне перестанут существовать, как перестали существовать римляне. Может быть где-то будет какая-нибудь дальневосточная Российская Республика, или может быть Приднестровье станет вот такой вот новой Россией, как в свою очередь Румыния является неким таким внебрачным сыном Римской империи. Романия, Румыния, римляне типа, которые происходят от даков, волохов и трансильванцев. Но это уже отдельная история. И сейчас российской элите было бы намного полезней продумать насчет формирования и закрепления и какой-то цементировки собственного этнического ядра какого-то. Потому что они обречены. Они попытались проглотить больше, чем могут переварить как в своей федерации, так они еще опять же нападают на Беларусь по-своему с помощью спецоперации и на Украину по-своему, когда все спецоперации провалились уже посредством практически открытой войны. И опять же россияне гибнут тут у нас на Украине и россияне будут гибнуть, когда они будут пытаться удержать Беларусь. Кто останется в России? Россия сама себе роет могилу по сути дела. Путин убивает Россию. Русские россияне поймите это, Путин убивает Россию в прямом смысле этого слова. Потому что те россияне, которые могли бы что-то сделать для укрепления какого-то этнокультурного влияния русских в самой Российской Федерации. Они тут убивают своих братьев, как они говорили, представителей нашего украинского народа. И соответственно в любой удачной ситуации те же самые чеченцы ударят россиянам в спину. Кадыровцы ударят россиянам в спину. Вспомните пример с Иваном Мазепой, который был любимейшим дружочком Петра и он предал Петра. Кадыров это современный Иван Мазепа. Если он будет умный, он как Мазепа предаст Петра. предаст Путина. Это будет. И соответственно есть Татарстан, есть Бурятия, есть много других регионов, которые были бы не против выйти из состава Российской Федерации. Россиянам лучше бы задуматься обо всем об этом. Пока еще не поздно. Англичан тут я не тронул потому что английская империя на самом деле существует до сих пор. И англичане в отличие от римлян или россиян они переждали как бы собственное падение и они вот настолько тихо настолько плавно сделали что они по сути дела одновременно находятся и в состоянии падения империи распада империи и дальнейшего развития этой самой империи. Объясню в чем дело. Когда-то англичане захватили огромные просторы в Северную Америку огромные просторы и в Китае и в Индии на Ближнем Востоке их империя была самая большая но позднее они начали по чуть-чуть терять свои территории. Соединенные Штаты с помощью войны вышли из Британской империи. Индию, Канаду, Австралию и ряд других стран пришлось отпускать в свободное плавание но на небольшом юридическом поводочке. Такие страны как Ирак, там Египет они все повыходили ну там вообще другая история они никаких связей с Британией не сохранили. Поэтому в плане территорий Британия сейчас падает и даже Шотландия от нее может уйти и естественно Ирландия давно мечтает как-то уже полностью лишиться английского влияния. С другой стороны выросшие из Англии Соединенные Штаты Канада Австралия они являются в культурном в языковом в юридическом ряде других смыслов прямыми продолжателями и в чем-то даже зависимыми регионами от Британии. понятие русский мир это миф а вот понятие британский мир это реальность в рамках этого британского мира центр со временем переместился из Англии в США именно Соединенные Штаты стали самой прогрессивной английской скажем так страной но в то же время осколочные такие связи и некое единство между бывшими британскими колониями сохраняется понятно что Китай полностью из этого вышел но в том же Китае есть множество британских бизнесов Индия из этого тоже вышла но сформировались достаточно тесные и экономические и культурные связи поэтому в чем-то Индия так и не вышла и именно английский язык стал языком программирования базовый программный код каждого компьютера сделан не на русском не на китайском а на английском и по сути дела в нынешнее время именно английский становится международным основным общечеловеческим языком поэтому в этом смысле не так громко и красочно как Римская империя Британия как бы падает очень тихо и красиво и так постепенно что скорее не падает а опускается и в то же время опускаясь с вот этих имперских высот Британия остается центром как для своих бывших колоний так постепенно и для других стран именно с Британией сейчас хочет дружить Украина именно с Британией хочет дружить и Польша и много других стран и не только в Европе все они так или иначе и уже равняются на Британию и еще больше будут равняться на Британию и даже те страны которые равняются на США по сути дела равняются на английский язык на английскую культуру по сути дела на Британию только во посредованном смысле поэтому Британская империя это по настоящему долго живущий долго играющий проект который грамотно приземляется в то время когда Российская империя с треском падает в пропасть таковые были мои размышления по поводу имперских этносов и их судьбы в отношении Руси как империи в отношении некоторых других государств там все сложно вот у турок в свое время тоже была империя турки тоже как бы изначально этнически их было не так-то и много но они захватили обширные территории часть народов загеноцидили часть народов под себя подчинили и получается потом туркам тоже пришлось во времена Ататюрка отца турецкой нации в идеологическом смысле туркам пришлось как бы формировать монолитность своей нации сейчас Эрдогана можно тоже считать вторым компонентом этого формирования как в других случаях был Робеспьер и Наполеон или Бисмарк и Гитлер так у турок есть Ататюрк и современный президент именно Раджеп Ирдоган сейчас начал формировать концепцию тюркского мира и тюркского этнического содружества государств он свои завоевания в отличие от Наполеона и Гитлера производит в дипломатической и экономической плоскости стараясь не воевать и это очень мудро это тоже одна из современных тенденций перехода войн и конфликтов из какого-то такого бреда где толпа народа идет на толпу народа и друг друга убивает современные конфликты переходят в экономическую в юридическую в политические плоскости и российское руководство российский менталитет этого вообще не понимает при том что Китай вот сейчас по сути дела третью или хотите говорить четвертую мировую войну воюет с Америкой и у них это война одновременно и партнерство и война но это совершенно уже другой пласт другой уровень взаимоотношений который с российским менталитетом не понять так же само как человеку с деревянной дубиной не понять зачем я говорю это все перед каким-то странным зеркальцем но я говорю не перед зеркальцем а перед устройством записывающим мой голос и дальше я это все смонтирую и выложу в ютуб я это знаю я это умею потому что как бы я в эту сторону мыслю а какой-нибудь абориген с дубиной с каменным орудием труда он не поймет что это и про что это так же само и российским политологам непонятно то что происходит с современной Турцией и то что происходит с допустим конфликтом Китая и Америки вот Турция это кстати пример тоже как глобальная империя постепенно отказавшись от каких-то особых таких амбиций сначала делает упор на формирование своего этнического ядра а потом старается подружиться со своими родственниками не завоевать их а подружиться заключить союз сейчас внутренний коллапс или внутренняя цементировка это то на что обречены и Индия и Китай и в Индии и в Китае множество отдельных народов и как бы там тоже или будет распад или постепенное формирование какого-то среднестатистического этноса посмотрим кто там будет Бисмарком Робеспьером или Ататюрком и со временем Америке то же самое предстоит потому что Америка как бывшая английская колония как часть английского мира состоялась и очень даже успешно но если Америка берет курс на формирование американца как этнокультурной единицы и американского этноса в целом как чего-то монолитного то там тоже должны будут произойти определенные внутренние и возможно внешние изменения в этой стране и вполне возможно что они пройдут там даже очень успешно а вот к примеру Китай и Индия скорее всего будут обречены на глобальные войны возможно с привлечением соседних государств на этом мое размышление подошло к концу однако скоро будут другие размышления на связанные с этим всем темы они не они Продолжение следует...